Теперь поговорим о путниках, то есть тех людях, которые отправляются в далекую поездку. Путники также делятся на три группы. Первая группа – это путники, для которых пост окажется по-настоящему, поистине сложным, причинит вред их здоровью, доставит огромные трудности. Например, если человек отправился в сложный путь, в жаркие длинные летние дни и знает, что, соблюдая пост, он получит вред, испытает невыносимые сложности, такой человек не должен поститься. Более того, соблюдая пост, он тем самым ослушивается Аллаха. Аллах милостив и добр к людям. Аллах не хочет для нас вреда. Это религия, религия Ислам, великодушная и легкая. Вы спросите меня, где довод, где доказательства из Курана и Сунны на то, что вы говорите? Я отвечу. Однажды пророк, да благословит тебя Аллаха и приветствует, находился в пути вместе с группой сподвижников. И они постились. И тут пророку, саллаллаху алейкум, сообщили, что людям стало очень-очень тяжело продолжать пост. Тогда он повелел принести ему воды и при всех выпил ее, тем самым показав людям на собственном примере, что следует прервать пост, чтобы никто из них не опасался сделать это, не переживал. Тогда люди прервали пост, а это было уже после предвечерней молитвы, то есть после молитвы Асар и Кэнди. Но некоторые из них все же решили соблюсти свой пост до конца. И когда об этом их решении сообщили пророку, саллаллаху алейкум, он сказал, Они ослушивающиеся, они ослушивающиеся. Пророк, саллаллаху алейкум, назвал их поступок ослушанием, грехом, потому что они не приняли от Аллаха дарованное им облегчение. Хотя испытывали при этом огромные трудности. Вторая группа путников – это те, кто хоть и испытывает какие-то трудности в пути, однако эти трудности им по силам. Соблюдение поста в таком случае, хоть и не запрещено, но является нежелательным, мокру. И пост в таком случае не будет благочестием, потому что однажды пророк, саллаллаху алейкум, вместе с другими людьми находился в пути и вдруг увидел, что люди столпились над одним человеком и прикрывают его от солнца. Он спросил, Магаза, что случилось? Люди ответили, этот человек постится. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, произнес, Поститься, находясь в пути, не из благочестия. И, наконец, третья группа путников – это те, на кого нахождение в пути не оказывает никакого влияния. То есть, они переносят пост так, как переносят его обычно, когда не находятся в поездке. Особенно, если погода не жаркая, дни не длинные, транспортное средство комфортабельное. Такой человек волен выбирать между постом и перенесением поста на другое время. Но что ему лучше выбрать? Поститься или перенести? Ученые ислама высказали по этому поводу несколько мнений. Однако, ближе к истине, а Аллаху все ведомо лучше, Ближе к истине, что ему лучше соблюдать пост. Почему? Потому что это ближе к сунне пророка, саллаллаху алейкум ассаллина. Еще, потому что так легче для него самого, Потому что поститься вместе со всеми легче, Чем восстанавливать пропущенные дни одному, когда все уже закончили пост. Еще, потому что таким образом он быстро выполнит лежащую на нем обязанность и избавится от груза ответственности. Еще, потому что таким образом его пост будет проходить в благословенные дни Рамадана. Сподвижник пророка Абуддарда, ралли Аллаху, рассказывал, Что однажды во время Рамадана, когда стояла сильная жара, Так что люди прикладывали свои ладони к своим головам, Сподвижники вместе с пророком, саллаллаху ассаллина, находились в пути, И среди нас, говорит Абуддарда, не было постящихся, Кроме пророка, саллаллаху алейкум ассаллина, и Абдуллаха ибн Рава. Они постились. Почему? Потому что для них соблюдение поста не было сложным. Субтитры создавал DimaTorzok